Сегодня мы собрались вместе с нашим уважаемым, достопочтенным и легендарным Зиешаном с ютуб-канала Смайл Тудженна, на который вы все просто обязаны подписаться. Как ты, дружище? Альхамдулилля, все в порядке, брат. После всех моих почтений, ничего не хочешь мне сказать в ответку? Погоди секунду, что бы такое сказать-то? Как-то занервничал даже. Как ты на самом деле? Альхамдулилля, альхамдулилля. Блестящая работа, я тебе скажу. И наши зрители уже видели и сами подтвердят, какую блестящую наступательную работу ты провел против сионистского государства. Я думаю, что социальные сети сейчас берут вверх. Несомненно, на этот раз влияние колоссальное. Каналы Sky и BBC уже просто спотыкаются, пытаясь угнаться за нами. Но все равно они все еще довольно предвзято освещают. Однозначно. Но когда мы раскрываем карты, они понимают, что уже приходится освещать и с другой стороны. Да, теперь все не так-то просто скроешь, благодаря соцсетям. Да, и потому что бомбят пресс-центры, бомбят центр по борьбе с коронавирусом, гибнут дети. Все это уже стало настолько ясно. И прямо перед глазами, прямо средь бела дня, записи с камер видеонаблюдения выкладываются в соцсетях, на мощных платформах. Да и мусульмане все больше времени уделяют этим платформам. Конечно, есть еще предвзятость, но все же, альхамдулилля. Что же это за государство такое? Мы только просматривали с тобой статистику и соотношения. Это каким надо быть государством, чтобы в отместку взрослым карать детей? Вы же прекрасно знаете, нанося ракетные удары, что вероятность попадания в детей составляет 30%. Из 200 убитых, 61 ребенок, на сегодняшний день. 61 из 200. И еще где-то около 40 женщины. Получается, вы лупите с вероятностью в 50%, что попадете в женщин и детей. Да и остальные, скорее всего, гражданское население. Сколько хамасовцев реально удалось убить? Они на самом деле усердствуют в истреблении детей. Мстят Хамасу, как они говорят, убивая детей. Какая гнусная операция. Целенаправленно истребляют гражданское население. Намеренно целятся в гражданское население. Но сегодня мы хотели обсудить реакцию и мнение простых жителей. Где-то же должен быть источник всей этой ненависти. И просматривая следующий социальный эксперимент, Валлахи, он напомнил мне об истории нацизма. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Я хотел продемонстрировать нашим зрителям ту степень неприязни, которая присутствует в общественной среде так называемого государства Израиль. Давайте посмотрим на их реакции, иншаллах. У нас есть в Алианн, который в Европе. Алианн, в Европе. Мы просто спросим, что они думают о ситуации. Вы американец, где вы, и почему вы пришли? Я из Нью-Йорк. Я пришла сюда с моей семьей, когда я была милая, для меня. Это всегда мой родитель, чтобы пришли в Израиль. Потому что мы религиозные. Вы американец? Да. Когда вы уходите здесь? Я уходила 11 лет назад. Моя семья умерла здесь, потому что это страны и будущих людей, и мы хотели быть здесь. Как лет вы, ребята? 18. 18 лет. Сейчас мы здесь, в Израиле, принимаем лидерскую курсу, и мы идем в армии за несколько месяцев, чтобы увидеть как жизнь здесь. И потом мы хотим обратиться к этому знамению к нашим южным движениям. Так что вы, как бы, обучение с армией? Это около двух месяцев, и они вам показывают все о том, что армии. Израиль — это прекрасный место, это прекрасный место, вы должны посетить. Я люблю Израиль, и я чувствую себя здесь. Все эти концепции не верят. Так, нет людей с ножницами каждый день, и не, я не знаю, люди, которые... Палестанин? Да. Но, практически, жизнь здесь здесь очень хорошая. Для людей, которые живут здесь, это просто нормальный вид людей в армии, ходят с гранами. И ты чувствуешь абсолютно безопасно и защищен. Я чувствую, что мы знаем, кто опасен, и это не приходит от кого-то отдельно, как в остальном мире, что это может быть кто-то. Здесь мы знаем, кто наш враг, и мы знаем, что они выходят за нас. Кто это враг? Это очень хорошая вопрос. Ну, давай же. Я не думаю, что это специфически любая страна. Я думаю, что это люди, которые так интересуются политически правильными, что они не боятся ответить. Я думаю, что... Ислам – это очень плохая болезнь. А похож на мусульманин. Он же говорит болезнь, вот он и заболел. Угу. Он даже на еврея не похож. Выглядит почти как брат. Всего лишь кипу чуть-чуть вперед натянуть. Мы понимаем, что это происходит. Мы слышим, что на новом мире. Много людей сражаются с полистинской плитой. Тоже мой, как вы говорите, что это как-то как-то живет в состоянии. Первым, это очень трудно. Я также... Я... Организация... Затем в Лава. Это против жителей, чтобы не могли бы побывать. Вы говорите, что организация... Взберите что-то опять? Мы... Да ладно. Даже так? Площадь толерантности, если что. Знаешь, что это мне напоминает? Историю с Юсуфом в Коране, да и в Ветхом Завете тоже, если на то пошло. Типа, что мы будем с ним делать? Убьем или просто оставим? А давай бросим его в колодец. У них такой же подход к арабам, как к Юсуфу. Ничего себе. Они так и не усвоили урок. Ха-ха-ха. Но этот точно ничего не усвоил. Давай послушаем, что эти скажут. Каждый, кто оказывает сопротивление, для них террорист. Даже не их земля, а просто пришли на чужую землю, чтобы убивать. И они реально думают, что они избраны. Особенно эти. Расисты. Самые настоящие нацисты. Нажми-ка на паузу. Если вы хотите узнать, как бы выглядели нацисты в 21 веке, то вот вам хороший пример. Да, неплохое предметное исследование, я бы сказал. Видимо, так они и отзывались о евреях в нацистской Германии. А теперь все просто поменялось местами. Евреи стали немцами, а арабы – евреями. Все точно так же. Я реально не вижу абсолютно никакой разницы между тем, что происходит сейчас, и что происходило в 30-х годах в Германии. Просто прикинь, если бы мы спросили среднестатистического немца на улице, в центре города, поддерживает ли он Гитлера, безусловно, многие бы поддержали как его, так и его антисемитскую позицию и превосходство арийской расы. Все то же самое в зеркальном отражении – просто другой народ и этнос. Тот же самый фашизм, расизм, этноцентризм. Именно это меня и раздражает. Спроси тех людей о Холокосте, и они привели бы тебе те же самые основания, которые мы только что услышали, пытаясь оправдать свои преступления. Жертвы Холокоста стали виновниками нового Холокоста. Совершенно верно. Какой позор. И знаешь, не все евреи или же все израильтяне это одобряют. Но в данном случае у нас, как нам кажется, независимая сторона, которая просто задает вопросы и получает на них совершенно откровенные мнения израильтян. И мы видим настрой, который, несомненно, служит поводом для беспокойства. Абсолютно верно. И мы видим, что все начинают с хинуха. Как я скажу? Эдюкация. Эдюкация. Ну, это мы говорим. Эдюкация. Да, вы знаете, это родители. Вот же тварь. Тебя бы, сучку, вышвырнуть. Что это было? Наверное, ядерное оружие имеют. Вау. Что он сказал? Ковровая бомбардировка. Ковровая бомбардировка. Он надеется, все же считает. Вау. Да. Все, это конец. Раньше нам показывали просто статистику, и многие не верили. А теперь все вживую, прямо перед глазами. Опять эта сучка. Самая настоящая сука. Да просто с этой... Арабы надо убить. Нет, это уже не остановить. Просто она не может нормально по-английски говорить, не коверкая. Да. О как. Право на водоснабжение, на питание, на образование, и право ненавидеть арабов. Мы только что увидели, по сути, предметный опрос, пусть и небольшой фокус группы, но все же. Если вы хотите более подробную информацию касательно проведенных исследований, можете ознакомиться с моими опровержениями, в которых мы привели факты, привели результаты опросов, и которые показывают, насколько ярко проявляется расизм, исламофобия, ненависть к арабам, к темнокожим среди народа так называемого Израиля. Я считаю шокирующим и то, что с учетом истории этого народа и холокоста, они просто точь-в-точь копируют поведение, настрой и идеологию нацистов по отношению к группе людей, которых они считают своими подчиненными, то есть к арабам. Да и не только к арабам, как они сами утверждают, но ко всем другим этническим группам, возомнив себя избранными, считая себя пупом земли, заявляя о своем превосходстве над всеми, благодаря лишь своему этническому происхождению или же случайному рождению. Я думаю, поскольку мы мусульмане, мы не получаем соответствующего эфирного времени в СМИ, и поэтому очень сложно услышать риторику касательно нетерпимости преподаваемой в Медресе, или же содержащиеся в священных писаниях и так далее. Но если мы посмотрим, то да, СМИ, может, и не освящают иудаизм, но достаточно просто обратить внимание на то, что происходит в том же Лондоне. Возьми тот же Гольдерс Грин, и как они там себя ведут. У них там свои кареты скорой помощи, у них своя школьная программа. Да ради Бога, у нас с этим нет никаких проблем. Но вот только что нас реально беспокоит, это расизм и фашизм. Проблема еще не в том, что когда мусульмане начинают в чем-то преуспевать, они начинают жаловаться, мол, у вас такая-то особенная программа, у вас такие-то привилегии. Но секундочку, если вы считаете, что ни у кого больше не должно быть особых привилегий, кроме как у вас, и если вы начинаете травить всех других в СМИ, когда у них вдруг появилось неплохое эфирное время, то тут вы уже такого не увидите. Да потому что это не служит никаким геополитическим интересам. В этом есть вывод, как сказал сам Джо Байден, можно даже снять отдельный эпизод, посвященный этому. Он сказал, что если бы Израиля и вовсе не было, нам бы все равно пришлось его создать. Да, он так и сказал, если бы на Ближнем Востоке не было Израиля, нам бы все равно пришлось его создать. А это говорит о том, что Израиль играет геополитическую роль для американцев. И поэтому противостояние ему не имеет для них никакого политического смысла. И независимо от того, демократы они или же республиканцы, президенты Америки всегда поддерживали коррумпированное государство Израиля. И не перестанут этого делать, потому что это в геополитических интересах Америки. Также в интересах Соединенных Штатов и создания негативного образа мусульман, потому что это дает им повод для вторжения в их страну и лишения всех богатств и природных ресурсов, что мы собственно и наблюдаем вот уже как пятнадцать лет. Да, так и есть. Так и есть. Думаю, на этом, наверное, все. Джезакумуллаху хайран. Всем вам. Благодарим вас за внимание и просмотр. Нам было очень приятно. Спасибо и тебе, Зешан. Взаимно, бро. Да, и не забудьте распространить этот эпизод кому только можно. Нам нужно привлечь как можно больше внимания ради такой цели. Согласен на все сто, потому что чем больше будет таких роликов, тем больше люди станут открыто высказывать свое мнение. Чем больше лайков и рекомендаций. Мы хотим, чтобы это стало нормой. Погба уже показал себя. Джон Оливер. Филипп Дефанко. Знакомые всем лица. Многие ютуберы. Тан Десай. Политик Сигх. Ну и старые ветераны. Джереми Корбин. Все они выступают с заявлениями. Мы бы никогда не узнали о компании Элбит. Производителе военной техники. Из Лестера. Там, кстати, тоже прошли протесты. Аль Джазира. А как еще, когда целое здание снесли рядом с Ассоциейтед пресс и другими новостными агентствами. Ведется огонь по безоружным людям. По медицинскому персоналу. По журналистам. Есть видеозапись, где военный собирается бросить слезоточивую гранату. Но как только он видит камеру, он останавливается. Да и вы, наверное, уже видели все эти записи. Но чем больше людей увидят, тем больше и другие станут освещать события. Следует понимать, что есть и такие блогеры, для которых важен определенный алгоритм. Количество просмотров, лайков с целью заработка. Можно привлечь и их. И пусть они сосредоточены только на мирском. Альхамдулиллах, в нашем же случае мы делаем все ради Аллаха. Во всяком случае, мы надеемся, что это так. Мы нацелены распространять эти видеозаписи, и мы собираемся встать острым камнем поперек горла сионистского государства Израиль. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. Присоединяйтесь к нашей команде. Примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа. Станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.